друзья привет привет надеюсь что все помнят что у нас сегодня прямой эфир по вспышке сони давайте ждем уже много давайте ждем 100 чем много сказала 100 ну ладно давайте ждем хотя бы 70 человек и начнем всем привет привет вот она вспышка так привет я надеюсь никто звонить не будет что не знаю как это отключать одесса ждет вода я всю завтра уже лечу уже завтра буду у вас если меня пустят так ну давайте потихонечку начинать сегодня я хочу рассказать вам о вспышке сони потому что я получила мне кажется просто миллион вопросов про эту вспышку перешла я на соню в ну типа в мае я стал ее тестить но я такие потестила и ушла на соню не возвращаясь к то есть по сути перешла совсем я в июле сегодня день со мной сначала вебинар теперь эфир это точно так сразу вопрос пользуешься на ней высокоскоростной синхронизации не а света в курсе света в теме не пользуюсь ну что значит так вот у меня есть вспышка канон шестисотка и вспышка сони шестидесятая давайте разберемся я как вы знаете пять лет снимала на канон и для меня вспышка этому как бы очень много это очень много это хороший свет с собой в кармане и я умею ей не буду не буду скромной очень хорошо пользоваться пользоваться так что никто не подумает что это снято с искусственным светом в принципе так вот на канон все было понятно в течение пяти лет я ей пользовалась и у меня не было никаких вопросов абсолютно я и действительно полностью довольна когда я приобрела себе сони конечно интерфейс меню все было непонятно необычно и честно говоря пока я ее полностью не протестирую во всех боевых условиях я не могла вообще что-то сказать потому что честно говоря интерфейс само меню для меня было таким не очень поначалу казалось не очень адекватно но в течение буквально пара недель пришло понимание а сейчас я скажу что меню сони гораздо удобнее чем канон просто в миллион раз я вам клянусь дело в том что она абсолютно другая и она кстати я бы сказала это такое знаете микс системной вспышки и даже чуть-чуть от про фото если вы знаете что такое про фото а1 вспышечки это вообще лучшие вспышки на сегодняшний день в мире вот то мне кажется что сони чуть-чуть оттуда кое-что добавили в эту вспышку в общем в чем ее особенности в чем ее такое отличие от вспышки кэна и вообще от других во первых я очень часто снимаю вот таким образом то есть со вспышкой на камере и когда мне нужно отразить либо влево либо вправо на сони это делается элементарно то есть угол поворота у нее вот такой если мы попробуем отразить скажем 45 назад и 45 в сторону на кэнон то это будет выглядеть вот следующим образом смотрите вот кэнон нам нужно во первых зажать здесь кнопочку и скажем секунду сейчас поверну потому что она не во все стороны смотрите это например не движется вправо для того чтобы повернуть и вправо мне нужно сначала развернуть влево и вот таким образом то есть чуть-чуть менее удобно это мягко говоря если потому что на репортаже когда нужно быстро действовать то вот это вот это просто незаменима за это соню просто отдельное спасибо это первое наверное такое кардинальное отличие по мощности это флагманская вспышка sony 60 хвл с рм то есть со встроенным радио приемником который позволяет если вы покупаете синхронизатор sony снимать со вспышкой на вынос с радиосинхронизации то есть до удаленностью до 50 метров и эта вспышка имеет то же самое встроенный радио приемник рт и и точно такой же синхронизатор но вот здесь мне честно говоря положа руку на сердце пока у canon чуть-чуть привычней дело в том что синхронизатор canon имеет точно такую же панель управления как и вспышка а вот у sony если вы вспышка по управлению она ну честно говоря поменю вообще безупречно то синхронизатор как будто старого образца и например вот такая простое отличие которое меня вообще вымораживает это видите на вспышки можно убавить и прибавить мощность просто не нажимая никаких вводов не крутя колесиков подтверждений и так далее просто плюс и минус по моему это гениально точно также кстати сделано как у про фото поэтому у меня в общем-то немножко такая аналогия на вспышке canon этого нет тут нужно немножко поднапрячься но так а почему бы не сделать на синхронизаторе то же самое в целом да плюс-минус чтобы ты здесь ну как бы не ломал себе голову и не перескакивал в другой меню для девочек мне кажется это очень важно то есть у canon как бы неудобно тут но точно так же ну по сути неудобно на синхронизаторе на sony удобно на вспышки супер удобно раздель в том что эта вспышка вышла только ну буквально ей года по моему и года нету ей полгода синхронизатор он по моему уже мне кажется я еще не буду врать поскольку я сама на sony недавно по моему он старее и вот он собственно вот такой вот другой немножечко не страшно не критично в зависимости от того насколько часто вы этим пользуетесь насколько у вас мозг может переключиться с одного меню на другое вот и все зато вспышка сама по себе если вы чаще снимаете со вспышкой на камере она будет удобно вот так я сейчас выскажу свой поток мыслей и буду отвечать на ваши вопросы хорошо какие еще такие в общем-то нюансы есть на вспышке сейчас секунду батарейки не взяла это плохо тогда я пока расскажу и чуть-чуть у меня нет возможности сходить за ними чуть попозже возьму батареечки и покажу вам некоторые фишки именно когда нужно включить вспышку как я сказала что это флагманская вспышка ведущее число у нее 60 собственно как и у вспышки canon как и у nikon sb 900 910 и sb 5000 то есть принципе все флагманские вспышки всех производителей имеют примерно ведущее число 60 это достаточно высокая мощность кстати про фото а1 если разобраться она в джоулях но тем не менее у нее примерно примерно плюс-минус та же самая мощность будет выдаваться вот да давайте я почитаю тут прям вы уже бросаете меня вопросами потому что мне нужны батарейки нужно выйти у меня там ироша спит поэтому так каким батарейками пользуешься для вспышки вы знаете пользусь аккумуляторами либо нлоу про черные либо я вот последний раз купила в икее вот такие аккумуляторы в общем вот такие аккумуляторы или черные нлоу про но кстати вот эти вот они гораздо дешевле и я не вижу огромной разницы поэтому в общем-то можно пользоваться и киевскими соня вспышка сильно греет ценение не сильно нормально все это последнее именно которое вот этого последняя 60 рм которая вышла недавно только вот она вообще ну на мой взгляд у меня не было ни разу проблем перегрев точно также не было кстати проблем и с кэноном а вот например когда у меня было некон sb 900 то она перегревалась буквально через полтора часа съемки репортажа так а что здесь еще интересненького ну во первых как я сказала что достаточно мощная вспышка и у нее легко поворачивается голова то есть вы можете вообще абсолютно никуда не нажимая легким движением руки отражать от той поверхности от которой вам будет удобно плюс у нее есть лет подсветка я сейчас принесу батарейки и покажу вам вот собственно эту фишечку это очень крутая тема и думаю что вам понравится подождите немножечко что то есть aktor так и мы и и и мы так я тут вот кстати говоря батарейки батареи точнее аккумуляторы налог про черненькие вот в общем то мне очень нравится меню этой вспышки мне нравится тем что есть горячая клавиша functional которая меняет основные настройки и такие как зумирование светового потока то есть вы можете выбирать даже не глядя видите захожу можете поменять любой зум поставить вообще любой так соответственно поменять режим работы ну если вам необходимо и например сейчас вот мне мне просто слева направо не непривычно соответственно здесь же меняется режим работы самой вспышки как командора ресивера или просто в обычном режиме когда у вас отключена синхронизация в данном случае у нас обычный с вами режим вот кнопочка моды которые меняют ой извиняюсь так все да то есть и и также есть отдельно горячий клавиш например ему кнопочка модели которые зум которые просто можно сразу попасть и поменять либо зумирование либо режим работы и смотрите вот этот вот level плюс минус так вот видите меняется мощность простым вообще плюс минус то есть минус 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 и самое минимальное у нас 1 128 вот это очень удобно на мой взгляд вот она срабатывает тест еще кстати такая штука крутая в меню сейчас вот light моды если вы найдете такой light моды смотрите вот это лет подсветка она загорается и вспышку вот она поярче поменьше вот то есть вспышка выступает как источник постоянного света температурой 5 500 кельвинов это нужно для видео то есть видите просто 1 очень легко я даже видите не смотрю что вообще дело действительно на меню абсолютно простое элементарное не требующие особо сильно мозгов это здорово но не проще честно чем у про фото все про фото все таки попроще но я бы сказал что это микс потому что постоянного света нет ни одной вспышки ни одного производителя в мире кроме про фото и sony вот то есть вот я например увеличиваю мощность вот у нас максимальная мощность светового потока можно подсветить лицо если вы но это это очень сильно это очень ярко конечно не знаю может быть вы снимаете видео и вам нужно нужно подсветка либо очень темно и вы хотите там одну вспышку на камере вторую вспышку в качестве контровичка с постоянным светом то есть это как бы не подсветка автофокуса это именно отдельный лед источник фонарь который встроен вашу вспышку это я считаю вообще очень прикольная тема если вы миксуете разный свет и но это интересно бывает кстати про подсветку автофокуса поскольку это вспышка для беззеркальных камер и в принципе если мы отключаем в достаточно темных условиях лайфью у нас все уже на экранчике будет ярко видно то есть даже если у вас в принципе глаз плоховато уже видит героев на режиме life you вы будете видеть их очень достаточно хорошо ярко и проблем с фокусировка как таковых не будет но а в условиях когда вы вообще никого не видите ну как правило мы не снимаем когда у нас вообще там героев не видно улыбаются или что они вообще делают такого обычно не бывает то есть в целом уникальность в том что для беззеркалки со вспышкой не нужна как таковая подсветка автофокуса она уже встроена как бы видоискатель либо в режим life you вот то есть никаких больше красных сеток на лице ничего такого не нужно вот это такие основные отличия ну а что еще можно сказать конечно немножко жаль что вспышка это вообще уже конечно такая тема не знаю какие должны вспышки придумать чтобы они успевали работать с электронным затвором наверное это будет еще не скоро потому что как мы знаем электронный затвор достигает скорости 20 кадров в секунду у sony a9 и конечно безусловно вспышка не успевает так быстро срабатывать поэтому мы снимаем сет с вспышкой в механическом затворе так вот механическом затворе скорость работы со вспышкой у sony a9 будет как ни странно ниже чем у sony a7 mark 3 если вы стоите перед таким выбором вдруг и вдруг вам часто приходится снимать со вспышкой то знаете что a9 со вспышкой и со студийным светом работает чуть медленней но меня это в целом не смущает потому что скорость 7 по моему кадров или по 5 по 5 кадров в секунду достаточно тоже достаточная да то есть это довольно быстро учитывая тем более что фокусировка происходит гораздо быстрее проблем никаких нет вот касаемо скинтона очень много вопросов какой какой же собственно цвет этого света вспышки sony когда используются китайские вспышки янг ноу частенько бывает такой желтоватый свет и рисковатый потому что все таки и длина волны вспышки и сам сам характер света он немножечко другой и немножко отличается чуть похуже чем системные вспышки поэтому рекомендую таки либо пользу системными вспышками либо тогда про фото у них идеальный свет приближенные к дневному свету то есть баланс белого вспышки есть предустановленный он равен 5 500 5 700 кельвинов и независимости от того в каких условиях мы снимаем скинтон у нас при правильном экспонировании кадра со вспышкой будет очень очень приятный вот я супер довольна в этом вопросе sony так подзагрузила вас вот в общем друзья я действительно вспышкой весьма весьма довольна синхронизация кстати происходит очень легко давайте я вам покажу то есть что касается и вспышка на съемки со вспышкой на камере съемки со вспышкой на вынос тоже никаких проблем нет единственное что как бы я бы поправила это сделала бы просто одинаковое меню на вспышке и на синхронизаторе но это вот мне кажется просто было бы идеально для того чтобы произвести синхронизацию синхронизатором sony видите вот когда линк горит красненьким значит у нас пока они не законнектились потому что вспышка находится в обычном режиме работы и радиосинхронизация у нас отключена мы нажимаем кнопку functional вот нашу горячую кнопку переходим в раздел синхронизации мы выбираем либо она будет командиром скажем управлять другими вспышками до 15 штук либо она будет ресивером то есть приемником управлять видите линк загорелся зелененьким управлять ей будет вот наш собственно вот синхронизатор самое главное чтобы совпадали каналы здесь мы видим на стоит канал 2 здесь тоже самое след канал 2 все вот и все очень просто очень доходчиво и видите она срабатывает уже непосредственно управление происходит самого синхронизатора вне зависимости мы уже не смотрим сюда что там у нас настроено то есть неважно все настройки будут полностью дублировать со синхронизатора на вспышку единственное что здесь если вам важен пучок световой вы должны зум тут поправляйтесь вот просто можно даже не кнопкой функционал а быстрый быстрым нажатиям кнопки зум а вы выбираете себе допустим там широкий пучок и все пошли снимать все очень просто вот так что в этой серии по моему sony ну не по-моему точно две вспышки sony 45 hvl и rm и sony hvl 60 rm вот у меня вторая серия вторая версия то есть которая флагманская которая с большим ведущим числом отличаются они по сути только ведущим числом это мощность какую мощность вам нужно вы выбираете сами если вкратце то чем чаще вы снимаете со вспышкой тем чем больше у вас бывает помещение тем вам нужна более мощная вспышка тут ну больше конечно помещение зависит если вы снимаете в огромных залах то вам безусловно нужна шестидесятка если вы снимаете в маленьких квартирах и в небольших домах то вам достаточный 45 так ну давайте привет анечка какой запас батареек нужен на репортаж длиною вечера привет анечка оля привет запас батареек смотря сколько часов длиною вечера пять часов и смотря на какой мощности ты будешь снимать потому что если бы снимать скажем на 1 32 тебе хватит достаточно надолго а если ты будешь снимать на 1 4 то тебе конечно безусловно придется поменять много комплектов я с собой беру всегда максимально и в целом не было такого что мне не хватало единственный раз у меня была история когда я снимала в помещении где она была огромная и просто черная и мне приходилось выдавать довольно мощный импульс эти по 1 4 и у меня батарейки садились каждые там полчаса 40 минут я уже просто сокращала количество кадров то есть срабатывание вспышки старайтесь не снимать в серийной съемкой со вспышкой тогда вам хватит надолго потому что это также зависит от того насколько интенсивно ты снимаешь если ты снимаешь много кадров соответственно вспышка задействует много импульса боль много энергии и может получиться так что ты израсходы батарейки в два раза больше чем я так если у sony более бюджетный аналог вспышки с которой можно начать потому что тоже не понимаю буду ли с ней работать цена пока кусается тань я скажу честно для меня вспышки sony начались вот с этих я почему даже не рассматривала переход на вспышки нас на камеру sony нужно их не было нормальных вспышек вот эта вспышка они мне кажется просто я не знаю что сделали чтобы сделать идеальную вспышку на самом деле сейчас среди всех систем вот честно руку на просто на сердце это вспышка лучше лучше чем кэна хотя я долго про нее не рассказывала я очень долго тестировала и пробовала что вообще это за вспышкой и как с ней разобраться как с ней работать как она поведет себя на репортаже при съемке портретов то есть домашней съемки я ее честно говоря очень ей довольна ты можешь знаешь что купить 45 рм и я думаю что тебе хватит нас тут дешевле и кстати между прочим и мне кажется у них не такие дорогие вспышки как скажем они к нам уж тем более про про фото я вообще молчу по моему даже у кэна дороже вспышки про батарейки маш я сказала на лоб про и икея так так много вопросиков добрый день запишите фир пожалуйста запишу надя а цена на 60 рм кусается а я пока совсем не снимается вспышкой ждут в мк приходи на мастер-класс и просто забудешь проблемах которые существуют со вспышкой вспышка на самом деле уникальный инструмент с помощью которого можно и не знаю эффект естественного света это вообще не проблема приходить снимать ее в любых условиях домой а мне кажется еще как без вспышки можно зимой в москве жить подскажите почему вспышки через раз периодами срабатывает маринке батарейки садятся поэтому она срабатывает через раз какими дополнительными аксессуарами для вспышки вы пользуетесь я использую одним единственным аксессуаром это рассеиватель магмод как магнитный модуль баунсы называется я про него уже много раз в эфирах говорила поэтому запишите магмод баунсы фото вспышку можно отремонтировать пыхает потом думает долго прежде чем еще раз работать алё нужно сначала понять действительно ли она у тебя сломана то есть либо отдай кому какому-то значимому человеку что посмотрел возможно ты там что-то накрутила и либо же либо же в сервис я думаю что можно она в екатеринбурге мк по свету будет она была совсем недавно вообще вот буквально месяца не прошло когда в москве ближайшим к по вспышке вот кстати мастер-класс по вспышке в москве 15 и 23 марта по моему до 15 марта девочки мест уже нет а 23 марта еще есть места анна волкович в инстаграме волкович про мой организатор я помню выкладывала вчера в story свои контакты я честно говоря даже не успеваю на сайт добавить потому что уже мест нету на 23 марта волкович про организатор пишите они для начала можно взять вспышку янг ноу оль я ничего не имею против китайских вспышек и возможно когда-то они обгонят системные и так далее мне не нравится характер света китайских вспышек и собственно цвет этого света он желтит и он более резкий чем системные вспышки эти же потому что длина волны разная и сама скажем так и технологии они все равно на чем-то должны экономить они не могут делать то же самое за гораздо гораздо меньшие деньги поэтому в принципе можно все вопрос в том насколько тебе понравится вы можете глядя на фотографии определить каким светом сняты естественно или со вспышками ай я даже на свои фото смотрю и не понимаю с каким это светом снято с естественно или со вспышками я вчера в stories выкладывала у меня лена гернович брала индивидуальный мастер-класс и выкладывает типа это снято со вспышкой откуда же я знаю если там мастерски снято вы понимаете что свет он может быть действительно мастерски выставлен и поймет каким образом это сняться вспышкой или нет нет и в этом то прикол что лучше чтобы не понимать с каким это светом снято чем ближе вспышки модели тем мягче свет или наоборот да совершенно верно если вы снимаете рассеянным цветом направленным что чем ближе свет к модели тем он будет более контрастным и более мягким то есть переход из света в тень будет более мягким но при этом более глубок так а не а годокс тоже плохая но вот вы знаете в целом если выбирать между янг новый годекс я как-то ближе кодекс склоняюсь но опять тот же тот же аргумент мне не нравится цвет их света я бы себе не взяла я либо за системные либо за про фото к сожалению пока про фото не выпустили для sony но честно говоря меня очень сильно устраивает и системные также на к н я была на системных вспышках так на что вопрос еще скажите пожалуйста вы в украину еще планируете приезжать я про одессу на 2 марта слишком поздно узнала ой я боюсь что нет нет я вот завтра в одессу а до осени скорее всего 99 процентов что я наверное не приеду точно до осени вот так что спешите в одессу одесса кстати у нас студийный свет ну в общем если вопросов больше нет спасибо вам за внимание я очень честно говоря долго тянула с тем эфиром потому что мне нужно было протестировать ее по полной программе к вспышкам я отношусь достаточно тепло и мне важно было чтобы sony не не подвела чтобы она была как минимум не хуже канона в итоге я смело могу утверждать что вспышка лучше по многим параметрам она приближена даже про фото поэтому молодцы так вы уточняйте в студиях какая температура конкретной вспышки слушайте новому студийный свет он в принципе имеет предустановленную температуру в основном но не в основном точнее это всегда как баланс белого дневного дня поэтому нет конечно хотим на мк нужно подражаться со вспышкой а лучшего профи наверное не найти анечка приходи а с одной вспышкой тоже реально снять так будто естественности ну конечно безусловно само собой возможно да вопрос можно катя иду на мк я уже должна уметь пользоваться вспышкой если идешь на мастер-класс почитай две странички первая страничка раздел м ручное управление вспышкой ты должна знать как выставляется зуммирование светового потока и меняется мощность вспышки и второй момент радиосинхронизации знать как перевести в разные режимы работы вспышки такие как ведущая ведомая и обычный режим который мы снимаем на горячем башмаке HSS off на соньке это что за параметр это значит параметр high speed synchronization высокоскоростная синхронизация отключена приходи на мастер-класс расскажу что это такое в принципе включу ее но она в целом тебе со съемкой со вспышкой на камере не нужна потому что со вспышкой на камере мы всегда снимаем с отключенной высокоскоростной синхронизации то есть на выдержкой на выдержках до 1 200 примерно некоторых камерах до 1 250 все что короче но и 250 то есть начиная с 1 320 заканчивая предельными возможности вашей камеры это 1 восьмитысячная это уже высокоскоростная синхронизация так катя последний вопросики от тебя жду мне сегодня насыщенный денек одним вебинары прямые эфиры а все это ты спросила на это вопрос был понятно так ну в общем ребята спасибо за внимание удачного всем дня в нижнем новгороде мастер-классы не будет как только хочу завершить да ну или я не знаю давайте давайте еще поболтаем не есть минут 15 наверное свободных если хотите я ваша будет неофициальная часть прямого эфира отлично неофициальная часть вам нравится больше на да наконец-то они заткнулась и перестала грузить вспышками кстати ребята если кто-то собирается на второй поток лайффото с середины марта у нас стартует уже запись на второй поток поэтому ждите сообщение ждите информации и уже будет можно записаться начало начало потока первое число апреля спасибо какая я красавица как часто отражателем пользуетесь мне не часто я ищу другие отражающие поверхности такие как например стена штора одежда а на следующий мастер-класс в Екатеринбурге очень хочется к вам попасть даже не приглашали еще в Екатеринбург а какая хорошая книжка про вспышку вообще их нету я честно эту информацию которую даю на мастер-классе своим опытом по крупинкам собирала и она действительно уникальна и ее нигде не прочитать я не знаю их нету я сама училась работе со вспышкой сначала это было был огромный опыт работы в студии а потом уже собственно с накамерной вспышкой на своих ошибках и читая зарубежных фотографов статьи переводя их на русский язык вот Инна я тоже жду вечера чтобы все записи посмотреть Гаяна в Казани очень хотим МК только я же прилетела только в воскресенье из Казани в субботу у меня был мастер-класс в Казани почему они пришли на улице пользуетесь вспышкой нет потому что это нелогично вспышка дает мягкий рассеянный свет при правильном использовании и на улице во первых днем это незачем я ищу как я сказала другие рассеивающие поверхности вечером ночью это просто бессмысленно потому что этот свет нелогичный у нас откуда возьмется ночью окно где можно расписание ваших мастер-классов посмотреть на сайте но туда я не все добавила потому что я жутко в мацейтноте и честно честно говорю Москва будет 23 марта и не будет больше мастер-класса до осени поэтому если кто-то очень хочет в Москве попасть я советую вам записаться у Ани Волкович никто не скажет что снято вечером фото как будто снято днем совершенно верно в онлайн школе есть урок по пользованию вспышкой нет у нас мастер-класс это не онлайн я не даю вспышку онлайн это невозможно ребята вспышка и студийный свет это только оффлайн мастер-классы на МК учите работать со вспышкой которая есть и поможете настроить вот смотрите кнопочки я не даю вам на мастер-классе это слишком дорогой мастер-класс чтобы я вам давала инструкцию по эксплуатации вашей вспышкой потому что у всех людей кто приходит на мастер-класс у них вспышки разные представляете если мы будем полдня настраивать вашу машину пашину и так далее вспышки нет вы должны знать базу но очень часто очень часто приходят люди которые не знают вообще ничего абсолютно и поверьте мне все они уходят уже с пониманием потому что по сути кнопочки это знаете как если вы снимаете скажем на Nikon и вдруг вы понимаете что такое экспатрию в каких случаях мы регулируем диафрагму выдержку ИСа если вам вдруг дадут Sony или Nikon сколько вам времени понадобится чтобы начать снимать ну минут пять наверное чтобы понять где какая крутилочка и за что она отвечает то есть самое сложное было тогда когда вы понимали что вообще это такое и зачем это нужно вот я собственно даю логику работы со светом а не кнопочки кнопочки поверьте мне вы настроите в течение пяти минут сами после мастер-класса английский знаю кого почитать до осени к тебе на МК не попадаю хоть немного въехать хочется а я уже не помню фамилии честно признаюсь Ирин не потому что мне жалко а просто уже не помню это было слишком давно а Питер будет ли в Питере мастер-класс да 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 будет сейчас скажу какого числа вау фотоскол организатор это будет апрель 27 апреля Санкт-Петербург мы перенесли на 27 апреля да девочки 27 апреля мастер-класс в Питере организатору вау фотоскол вот в общем так что вспышки это конечно вещь особенно если вы снимаете детей и семей и любите эффект естественного света вам обязательно нужно ну и конечно нужно понять как с ней работать так ну в общем я думаю что да давайте прощаться спасибо всем за внимание было очень приятно с вами пообщаться да надеюсь что было полезно пока 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 не